МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда Томаша Чаттера сыграет на выезде со сборной Голландии. 1 октября дома с гонболистками из Венгрии. Гонбольный клуб «Гомель» делегировал в национальную команду пять спортсменок Кристину Охравенко, Викторию Шамановскую, Ирину Дронову, Валентину Кумпеле, Лилию Бурдук. Кроме того, Анна Редька и Леся Смоллинг отправятся защищать цвета сборной Украины. Украинкам также предстоит два матча евроквалификации. Соперники Норвегия и Хорватия. Оставшиеся гонболистки Гомеля продолжат подготовку к матчам чемпионата страны под руководством второго тренера команды Александра Маджарова. Что касается предстоящих матчей евроквалификации против Голландии и Венгрии, то главком белорусской команды Томаш Чаттер прогнозов не делает. Все знаем, какая команда Голландия, все знаем, какая Венгрия. То же самое, сделать что меньше ошибок в нападении, когда она получает из контратаки, в защите стоят серьезные, стабильные драться за каждый матч. Прогнозы. Что будем дать себе, не могу сказать, что будем. Накануне Борисовский Баты и Ислыч очным поединком завершили игровую программу 22-го тура чемпионата страны по футболу в высшей лиге. Игра прошла с небольшим преимуществом действующих чемпионов страны. Борисовчане открыли счет в самой концовке первого тайма, когда быструю контратаку завершил Николай Сигневич. Он же стал автором второго гола на 60-й минуте игры. Напомню, что ранее в 22-м туре Гомель минимально уступил Витебску. Славия из Мозыря проиграла солигорскому шахтеру 0-3. В турнирной таблице зелено-белые располагаются на 10-й позиции. Славия на 14-й. Лидирующая тройка выглядит следующим образом. Столичная Динамо на строчку ниже шахтера замыкает сильнейшее трио Баты. В Болгарии стартует чемпионат Европы по боксу среди юниоров. В составе сборной страны туда отправились три воспитанника Гомельской школы бокса. В первом поединке на турнире Денис Лопушанский выйдет на ринг против спортсмена из Чехии Павла Невицерла. Артему Петрову предстоит поединок с представителем Армении Рудольфом Карбаяном. Первый соперник Дмитрия Балькова – россиянин Усман Магомадов. Финальные поединки чемпионата Европы состоятся 25 сентября. Между тем прошла международная матчевая встреча национальных команд Белоруссии и Польши. Белорусские боксеры выиграли со счетом 8-4. Среди победителей – воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств Максим Веслаух, Александр Халаев и Дмитрий Доронин. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры подогнал «Симон»!